ИСАЕВ все вузы должны выплачивать стипендии даже при блокировке счетов. В ближайшее время Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который расширяет перечень финансовых операций, доступных бюджетным учреждениям при блокировке их лицевых счетов. Речь идет о предоставлении всем вузам возможности выплачивать стипендии студентам даже при возникновении проблем с налоговой инспекцией или судебными приставами. Напомню, что по действующему законодательству операции по расходованию средств на лицевых счетах бюджетного учреждения блокируются при нарушении решений налоговых органов и требований, указанных в исполнительных документах. При этом есть ряд исключений. Во-первых, после блокировки учреждение может осуществлять операции по устранению вышеуказанных нарушений. Во-вторых, не приостанавливается выдача денежных средств для оплаты труда лиц, работающих по трудовому договору. В-третьих, должны уплачиваться налоги и страховые взносы на обязательное социальное страхование за сотрудников. Минус. Почему получать повышенную стипендию могут не более 10% студентов. Группа депутатов фракции «Единая Россия» в Госдуме предложила дополнить этот список исключений. С нашей точки зрения, даже если счет заблокирован, бюджетные учреждения должны продолжать выплачивать стипендии и пособия студентам, обучающимся очно за счет бюджетных ассигнований. В настоящее время денежные средства для выплаты стипендий поступают на счет учебного заведения из бюджетов разных уровней, но не выдаются учащимся до его разблокировки. Отмечу, что у многих студентов очной формы обучения нет никаких источников дохода помимо стипендии, они не имеют возможности трудоустроиться на полную ставку и в то же время отказываются от помощи родителей в силу возраста. Таким образом, стипендия оказывается основным средством существования для сотен тысяч молодых людей. Кроме того, практически в каждом вузе среди студентов есть получатели дополнительных выплат, в первую очередь это сироты и инвалиды. Положенные им деньги не должны удерживаться ни при каких обстоятельствах, поскольку эти молодые люди находятся в наиболее сложной жизненной ситуации. Но, к сожалению, в средствах массовой информации иногда появляются сообщения о задержке или невыплате стипендии материальной помощи. В России повысятся социальные выплаты и стипендии аспирантом. Например, критическая ситуация сложилась в Курганской государственной сельскохозяйственной академии. Сегодня в этом учебном заведении получателями стипендий являются почти полторы тысячи человек. Из них около 150 студентов относятся к наиболее социально незащищенным категориям это сироты, лица, оставшиеся без попечения родителей, и инвалиды. Из-за огромной кредиторской задолженности, которая годами накапливалась еще при прежнем руководстве вуза, многие учащиеся длительное время не получали полагавшиеся им стипендии. В конце 2018 года после подачи исковых заявлений студентов и аспирантов на основании судебных решений выплаты все-таки были произведены. Но в 2019 году в вуза опять образовалась задолженность перед обучающимися, только за январь-апрель она составила более 8 миллионов рублей. Аналогичная ситуация с задержкой выплат студентам сложилась в Иркутском государственном аграрном университете. Задолженность по стипендии за март 2019 года составила более 10 миллионов рублей. Студенты этих и некоторых других учебных заведений обратились к депутатам Госдумы с просьбой о помощи и выразили поддержку законопроекту, подготовленному депутатами фракции «Единая Россия». Мы рассчитываем, что он вскоре будет принят и, начиная с нового учебного года, стипендии будут выплачиваться всем студентам в срок и в полном объеме независимо от того, в каком вузе они обучаются. Власть позиция законодательная власть Госдума партии «Единая Россия» Ланка Андрея Исаева